каждый день в мире от рака умирает 27 тысяч человек каждый день ну чтобы представить это пример малая спортивная арена в лужниках что делать бороться ли всем миром об этом ближайшие полчаса меня зовут инесса панченко здравствуйте программа выходит при поддержке министерства здравоохранения самарской области самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала личный врач эта программа звоните доктору к нам пришел сегодня андрей орлов главный врач самарского онкологического диспансера и о перспективах нашего здоровья как раз поговорим сегодня добрый день такой наверное странный сразу вопрос онкологом да как прошел год но с надеждой услышать что-то все-таки вдохновляющее на самом деле но пока мы можем говорить об оперативных данных мы только закрываем год если говорим о цифрах статистики но если с позиции врачей и организаторов здравоохранения то год на самом деле мы закрыли очень хорошо помимо того что мы достигли всех целевых параметров цех целевых показателей установленных федеральным проектом для нашего региона борьба с онкологическими заболеваниями мы значительно увеличили долю пациентов прошедших через диспансерное обследование а значит и увеличили долю пациентов которым своевременно и в том числе на ранних стадиях а этот показатель нами тоже достигнут он 61,8 процента то есть чуть выше даже чем норматив мы выявили больше пациентов на ранних стадиях это на самом деле успешно если пугать некоторыми цифрами то мы говорим что вот опять-таки оперативные данные 573 случая на 100 тысяч населения это тех пациентов которые мы выявляем по уровню заболеваемости это выше среднероссийского это выше по сравнению с прошлым годом но это правдивые это правильные показатели которые свидетельствуют во-первых и о качестве проводимой диагностики а значит и о качестве выявления онкологических заболеваний это естественный рост заболеваемости с учетом того что все равно увеличивается продолжительность жизни а все-таки рак это удел старшего поколения наших жителей андрей вич вот онкологи часто говорят что увеличение связано с тем что стали лучше диагностировать а вот извините это не лукавство это не лукавство все-таки онкология это те заболевания которые выявляются в старшего возрастной группе и именно рак это то заболевание которое в том числе связано с мутациями наших генов которые происходят с учетом нашей жизнедеятельности то есть в любом случае это наш образ жизни мы всегда пытаемся неоднократно в этой студии мы об этом говорили что мы пытаемся найти те внешние факторы которые приводят к развитию рак но 75 процентов всех факторов провоцирующих изменение поломку наших генов а следовательно и развитие онкопатологии это факторы связаны с нашим образом жизни это питание неправильное питание в том числе с избыточным употреблением мяса в том числе красного мяса и остатком злаковых и грубо волокнистой растительной пищи это гиподинамия а следовательно ожирение это курение это злоупотребление алкоголем то есть вот комплекс этих факторов приводит к тому что увеличивается доля поломанных генов а значит уменьшается контроль за делением клеток и это приводит к развитию онкопатологии а вот знаете что самое печальное что обсуждая здесь любое заболевание с любым из докторов к сожалению мы приходим в первую очередь к тому что это образ жизни а это однозначно мужчине мы самоубийца какие-то это на самом деле так мы должны нести ответственность за свое здоровье а каждый раз и и случайно в этой студии мы встречаемся и говорим именно об этом каждый раз мы пытаемся найти а кто за нас решит наши вопросы кто за нас решит наши проблемы и на кого мы сможем с позиции пациента и в какой-то степени потребители перенести ответственность за наш образ жизни а следовательно за наше здоровье ну вот возвращаясь к цифрам примерно три с половиной миллиона в самарской области жителей чуть больше чуть меньше сколько стоит сегодня на учете у вас может можете сказать вот опять мы говорим об оперативных цифрах за прошлый год мы выявили порядка 18 тысяч новых случаев так 18 это на 2000 больше по сравнению с предыдущими годами и это тоже хороший успех потому что мы говорили именно к вид привел к тому что мы недовыявляли у нас в год недовыявлялось порядка двух тысяч пациентов сейчас сейчас с учетом тех трендов которые идут естественных трендов мы выявили 18 тысяч и на учете сегодня у нас уже состоит сто шесть тысяч пациентов по итогам 22 года у нас на учете стояло 100 тысяч то есть это свидетельствует о том что мы стали не просто больше выявлять пациентов но и стали повышать качество проводимой терапии а следовательно пациенты наши продолжают жить продолжают кто-то продолжает лечиться а кто-то права остается у нас под наблюдением это опять один из результатов той федеральной программы и и регионального компонента с чего мы начали это программа борьба с онкологическими заболеваниями именно благодаря ей у нас сегодня есть возможность персинифицированного подхода к проведению лечения пациента возможность комбинации хирургических лучевых лекарственных противопухолевых методик для использования и тем самым все эти направления позволяют нам сегодня не просто увеличить продолжительность жизни а если пациент выявляется на ранних стадиях то излечить его полностью андрей евгеньевич может быть о методиках мы еще и поговорим но не могу сейчас не спросить вот онкодиспансер он обладает полной базой то есть все необходимое для лечения какого-либо из заболеваний вашего профиля у вас есть и специалисты или есть к счастью нам повезло то есть мы максимально обладаем всем спектром как диагностической так и лечебной базы с позиции использование технологий который позволяет обеспечить максимально большой охват пациентов для проведения лечения но и мы тоже говорили об этом к вид дал нам определенный плюс мы выстроили жесткую систему телемедицинских консультаций с федеральными центрами и те пациенты которые встречаются редко в регионах небольшое количество у нас есть возможность направление для лечения федеральные центры для использования тех или иных индивидуальных технологий опять-таки с учетом показаний в том числе протонная терапия радиоактивная йод терапия то есть это те методики которые в которых нет необходимости масштабировать в каждом регионе потому что этих пациентов не так и много и поэтому они все концентрируются в том или ином федеральном центре и возможность направления за счет средств или федерального бюджета или системы обязательного медицинского страхования она четко выстроена и доступна а вот удивил ли ушедший год вас изменениями какими-то по локализациям то есть что раньше было на первом месте и что сейчас какие виды рака чаще всего встречаются к сожалению эти удивления появились они естественные они появились 3-4 года назад у нас стал лидировать в структуре смертности именно рак прямой и толстой кишки почему мы все время и говорим о качестве питания качестве тех про спектра даже продуктов которые мы употребляем с позиции балансе сбалансированности то есть насколько высока доля все-таки то о чем говорили растительная группа волокнистой пищи потому что именно животные белковая пища является основным провоцирующим фактором для рака толстой прямой кишки и не случайно в прошлом году в самаре а с этого года будет штабирована уже по всей области в рамках программы всеобщей диспансеризации мы запустили мониторинг скрининга колоректального рака с исследованием кала на скрытую кровь с четкой маршрутизации и возможностью контроля достоверности получаемого результата с последующим направлением опять-таки четко прописанной маршрутизации согласованы с главным специалистом по эндоскопии для проведения эндоскопических исследований и последующим опять-таки мониторингом результатов полученных исследований если выявляется наша патология то данная у контингента у пациентов уже идет зеленый свет для прохождения диагностики последующей и последующей терапии я могу сказать одно то есть порядка в 10 раз увеличилось качество проводимой диагностики и следовательно повысилось качество проводимых исследований поэтому данный проект будет масштабирован на весь регион как я уже сказал последующие скрининговые исследования а это еще рак шейки матки и рак легкого рак молочной железы последующим тоже будут формироваться подобные структуры с четко выстроенной маршрутизации централизации проводимых исследований что в разы повышает качество проводимой диагностики поэтому сегодняшняя маршрутизация с учетом опять-таки высокой доли пациентов стоящие на учете это благоприятный фактор более чем мы будем перераспределять именно потоки пациентов и часть диагностики перенаправлять в вновь открытые центры амбулаторно-онкологической помощи а их сегодня 10 уже ведь ни для кого не секрет и мы совершенно справедливо очень часто в свой адрес слышим нарекания о больших очередях в онкодиспансере о больших очередях в регистратуру для проведения лекарственной противопухолевой терапии это справедливое замечание и мы прекрасно знаем и понимаем о них и соответственно поэтому именно и открываются центры амбулаторно-онкологической помощи где есть возможность проведения всех диагностических исследований и постепенное проведение лекарственной терапии ведь до центра открыты но специалисты помимо того что есть опытные но недостаточно опыта проведения опять-таки лекарственной терапии здесь нужно время чтобы люди не просто еще обучились а перестали и бояться вводить те или иные препараты начинали мы с трех препаратов в прошлом году мы стали уже передали 12 препаратов которые вводятся будут воде вводились в этих центрах с этого года их будет уже 22 поэтому постепенная передача постепенное перераспределение нагрузки приведет к тому что все-таки мы сможем упорядочить направление пациентов сохранив что немаловажно качество проводимой и диагностики и лечения а есть ли в условиях вот такой загруженности ваших докторов онкологов задача и возможность передачи не только оборудования но вот именно опыта какого-то обучения тех кто начинает работать в этих центрах мы во первых часть сотрудников мы направляем на работу в эти центры да они работают более того мы регулярно сейчас фактически раз помимо того что у нас есть ежемесячные совещания совместные с врачами центров амбулаторно-онкологической помощи по решению организационных и каких-то текущих вопросов мы еще с привлечением в этом году три семинара у нас было с привлечением федеральных спикеров не только с участием наших специалистов а именно с привлечением федеральных спикеров мы проводили образовательные мероприятия по проведению обучения по качеству проводимой лекарственной терапии в центрах с учетом разбора ошибок которые могут встречаться то есть мы идем именно по этом пути более того все схемы лечения они но слава богу мы уже говорили то есть опять-таки федеральная программа позволяя позволила нам максимально стандартизировать процессы лечения все клинические рекомендации расписаны и утверждены ассоциации онкологов россии и все схемы лечения назначаются и если есть в них необходимость корректируется консилиумами онкодиспансера если мы говорим о самаре или тольяттинской 5-городской больницы если мы говорим о тольятти вот вы неоднократно сегодня уже произнесли слово маршрутизация наверное не у всех сразу ассоциация с тем о чем мы говорим и здорово если ну прежде всего сами врачи знают какова на это маршрутизация но наверное не вредно это знать и потенциальным пациентам просто людям которые могут заболеть давайте сначала мы сейчас посмотрим сюжет который сняли у вас в онкодиспансере там какие-то моменты может быть повторим которые будут непонятно быстро и эффективно при этом рядом с домом в самарской области разработана маршрутизация пациента в случае если терапевт заподозрит у него онкологическое заболевание сначала пациент направляется к онкологу первичного кабинета далее в центр амбулаторной онкологической помощи где проходят дополнительные исследования в случае установленного диагноза пациента направляет в онкоцентр на врачебный консилиум на котором и определяют тактику лечения основной задачей центр амбулаторной онкологической помощи является установление диагноза злокачественного образования я говорю сейчас о верификации не просто гастроскопия и колоноскопии а обязательно со взятием биопсийного материала не просто узи молочных желез и щитовидной железы обязательно с пункцией образования и верификации диагноза и дополнительно также в цаопах пациент может выполнить и компьютерную томографию удобство система оценила мария ванюхина принимая ванну женщина обнаружила уплотнение в груди пошла к мамологу это очень удобно во первых вы приходите вы не едете в онкоцентр во первых это очень далеко вы приходите по месту жительства свою поликлинику считай можно пешком дойти и сделать это очень быстро и качественно сейчас мария восстанавливается после нескольких курсов химиотерапии и операций и находится на медикаментозной поддержке один из самых коварных видов рака колоректальный по частоте выявлению находится на втором месте после рака кожи с 23 года на территории самары проводится пилотный скрининг по раннему выявлению колоректального рака был основан новый метод количественный это исследование кала на скрытую кровь который исключает неправильную подготовку пациента и показывает более точные результаты и он используется для скрининга заболеваний желудочно-кишечного тракта которые протекают с кровотечениями но это такие заболевания как колоректальный рак болезнь крона полипы толстой кишки не специфический язвенный колит в областном онкодиспансере на новом оборудовании выполнено около 66 тысяч исследований три с половиной тысячи процедур колоноскопии выявлено 150 случаев колоректального рака в числе тех кому поставили неутешительный диагноз и александр шмалько он обратился в больницу жалобой на сильную боль в животе ему назначили операцию во время которой взяли пункцию она показала что александра онкология в ходе проведения операции так как операция очень долго длилась было принято решить принято решение все это оккупировать то есть удалить часть кишечника произвести вывод колостома то есть на брюшину и уже благополучно меня передавать по выздоровлению то есть по показателям представители непосредственно онкоцентра александр в течение года прошел химиотерапию контрольное обследование ему провели реконструктивную операцию сейчас у него ремиссия он ведет полноценный образ жизни в самарской области организованы 10 центров амбулаторно-онкологической помощи куда можно обратиться в случае подозрения на онкологию они открыты в рамках реализации программы борьба с онкологическими заболеваниями пять из них находится в самаре на базе 8 горбольницы в кировском районе на базе 6 в советском районе на базе 7 в красноглинском районе в 10 горбольнице куйбышевского района в 4 больнице который обслуживает пациентов ленинского и самарского районов а также два в тольятти один в зряне в этом году в регионе появится еще два цаопа в кенель-черкасской и сергиевской больницах эта программа звоните доктору сегодня у нас студия андрей орлов главный врач самарского онкологического диспансера ну и собственно посмотрев этот сюжет мы можем с вами покинуть эту студию потому что все понятно ну именно так вот и задача наверное сегодняшней нашей встречи и в последующем еще раз продемонстрировать нашим жителям и возможно нашим потенциальным пациентам вот именно маршрут движения при возникновении тех или иных подозрений для того чтобы максимально все-таки приближенно к дому пройти весь необходимый спектр от исследований а потом уже определяться есть необходимость направление в онкоцентр или все-таки остаться под наблюдением своего врача ну и дать возможность вашим специалистам спокойно выполнять работу а не побежать всем сразу одномоментно и именно в онкодиспансер мы уже видели здесь новое оборудование в сюжете и вообще считается ведь что онкология одна из самых динамично развивающихся специальностей не знаю насколько это соответствует истине но как быстро появляется вот в вашей отрасли это самое новое оборудование и есть ли у вас возможность всегда его получить быстро оперативно на самом деле но самарский регион наверное один из самых благополучных потому что он имеет вот этот уникальный до сих пор остающийся современным онкодиспансер который изначально был хорошо укомплектованным современным оборудованием и это позволяет нам держать высокую планку но благодаря вот и в сюжете звучало то что все таки на сегодняшний день действует 24 года включая именно федеральный проект борьба с онкологическими заболеваниями и региональный компонент за счет регионального компонента мы оснащаем и открываем новые центры амбулаторно-онкологической помощи а именно за счет федеральных средств мы переоснащаемся как учреждение и сегодня мы имеем всю необходимую базу из позиции диагностики из позиции лечения я надеюсь программа будет продолжена вот да я хотела спросить 24 год вот он 24 год вот он но пока официально нам не объявлено но все подготовительные вопросы на сегодняшний день проходят свои этапы и решение о продолжении программы я надеюсь будет принято и программа будет продолжена потому что сегодня мы как регион как онкослужба мы уже все необходимые подготовительные этапы прошли с формированием той по потребности которая нужна нам как региону и нам как службе но видимо важно чтобы там увидели результаты уже результаты на самом деле есть и наша именно онкологическая служба российской федерации она очень вы совершенно правильно заметили она не просто динамично развивается и внедряет все новые современные технологии буквально 20 лет назад нас нобелевскую премию в двенадцатом вернее году получили нобелевскую премию а результаты об открытии именно иммунной зависимости онкопатологии иммунной системы была выявлена эта связь а сегодня эти препараты у нас уже а в действии мы их используем в рутинной практике это уже не эксклюзив это на самом деле за эти пять лет это стала рутинной практика потому что мы назначаем и знаем кому и как можно подобрать эту терапию это на самом деле дает результат потому что увеличивается продолжительность жизни наших пациентов и об этом свидетельствует опять-таки высокая доля стоящих в нашем регионе пациентов на учете и увеличивается доля пациентов выявляемый на ранней стадии хотя здесь нам всем и нам врачам я не снимаю с нас никаким образом ответственности и пациентам кто должен нести ответственность свое здоровье есть над чем работать это в первую очередь своевременность прохождение диспансерного обследования в поликлинике по месту жительства соответствии с годом рождения в нескольких источниках видела прошла информация что именно в двадцать четвертом году будет открыто разработано лекарство от рака мы всегда ждем что будет изобретен эликсир бессмертия но пока еще к сожалению этого нет но тем не менее то что появляются новые и в том числе отечественные разработки препаратов которые способствуют лечению и излечению от онкопатологии на самом деле это так и есть и я уже сказал что открыт на сегодняшний день большой перечень медикаментов которые мы можем использовать которые именно назначаются индивидуально с учетом морфологической структуры опухоли с учетом мутационных изменений в генах индивидуально для каждого отдельно взятого пациента вообще существует две точки зрения одни говорят что мы рак непременно победим ну или будет изобретена вакцина от рака а вторая другие считают что не нужно бороться с раком нужно просто научиться жить так чтобы он не убивал то есть ну вот он всегда приводит в пример чем-то японию люди живут там долго потому что научились вести правильный образ жизни вовремя диагностировать и быстро вылечивать свои раки а вы сторонник какой точки зрения мы научились управлять патологии сердечно-сосудистой системы и мы перестали бояться слова инфаркт потому что появились новые методики появились новые технологии когда мы справляемся с этим грозным недугом хотя до сих пор именно сердечно-сосудистой патологии лидирует и занимает первое место в структуре смертности но сегодня рак стала хроническим заболеванием то есть мы научились управлять этим заболеванием и соответственно значительно увеличивать долю жизни если мы выявляем на ранней стадии при большом количестве локализации на первой второй стадии выявляя данную патологию мы можем до 95 процентов полностью излечиться но даже если мы выявляем распространенный процесс мы можем его контролировать поэтому здесь основная задача перестать бояться слова рак все таки и направить свой взгляд на своевременную диагностикой при выявлении данной патологии обращаясь к врачу продолжать жить продолжая лечиться имея возможность остановить данный процесс вот в свете появления нового оборудования в свете увеличения количества тех кого надо лечить потому что вы выявляете все больше и больше наверняка же встает вопрос кадровый как вы над этим работаете успешно ли это работа такое огромное учреждение сколько у вас врачей дефицит кадров есть и в первую очередь в первичном звене то есть то о чем мы говорили мы должны все-таки увеличивать долю врачей-онкологов кто работает в первичных медицинских организациях тем самым приближая помощь к нашему населению к месту их проживания там есть дефицит врачей-онкологов сегодня мы понимаем и знаем точное количество сколько врачей нам онкологов нужно в каждой медицинской организации с учетом открытия центров амбулаторной онкологической помощи на самом деле в разы выросла доля целевых наборов студентов в ординатуру по онкологии ну к примеру допустим если в допрограммный период у нас ординаторов первого второго года обучалось от 12 до 14 человек то вот ординаторов двадцать третий двадцать четвертый год ординаторов первого второго года у нас учится пятьдесят два специалисты то есть и это специалисты большая доля из них это целевые ординаторы соответственно мы уже прекрасно понимаем за какими медицинскими организациями они закреплены и куда они вернутся работать поэтому эта работа проводится она опять-таки не так не такая быстрая потому что ну на самом деле дефицит большой но нам нужно как минимум 35 лет чтобы при условии что не будут уходить а люди уходят на пенсии люди переезжают в регионы вот при условии что все останутся на своих рабочих местах то мы сможем наполнить систему но с учетом динамики перемещения специалистов это процесс необходимо будет поддерживать постоянно ну и мы говорим начали с вами с того что бороться с этим заболеванием все-таки нужно всем не только врачам и вот для того чтобы мы сами могли как-то внимательнее быть и вовремя все это делать что вы посоветуете мы в каждой программе об этом говорим но вот опыт показывает что это прямо очень полезно что вы посоветуете рядовому человеку которого вроде бы ничто не беспокоит какие проходить обследование регулярно и ну чтобы быть более-менее спокойным ну вот каждый раз мы об этом говорим каждый раз наверное буду делать акцент на том что все-таки в первую очередь нести ответственность за свое здоровье мы отвечаем за самих себя соответственно мы заинтересованы в прохождении качественных обследований что приходя в поликлинику мы все-таки должны пройти все необходимые обследования а не просто получить бумагу что мы прошли диспансерное обследование с учетом года рождения на сайте каждой медицинской организации определен перечень и кратность проведения необходимых исследований для женщин это маммографии опять-таки в зависимости от года от года рождения или один раз в три года или раз в два года или если есть патологии ежегодно наблюдать это я обязательно обследование мазка опять-таки у женщин на шейке матки цитологическое исследование это обязательно прохождение через смотровой кабинет где это проходит и вообще каждый житель нашего региона кто впервые приходит в поликлинику в текущем году должен пройти не не сразу через врача а именно через смотровой кабинет который до сих пор остается самым эффективно признанным во всем мире осмотром по появлению наружных локализаций то есть это осмотр кожи акушерки поверьте очень опытные когда из года в год занимаются одним и тем же то есть это исследование пальпация лимфатических узлов пальпация молочных желез взятия мазка у мужчин это обязательно старше 40 лет исследование крови на простат специфический антиген это обязательно прохождение флюорографии да это методика направлен в первую очередь на выявление туберкулеза но именно при этой методике выявляются и образование в легком поэтому это простые доступные методы общепризнанные во всем мире и забыл сказать то о чем мы сегодня говорили в сюжете это исследование кала на скрытую кровь на самом деле патология занимает лидирующие позиции метод сегодня который используется в том числе в нашем регионе эффективен и показал свои положительные результаты поэтому нужно просто еще раз обращать внимание ничего сложного ничего самый простой и всегда это самое сложное потому что опять-таки нужно взять ответственность на себе совершенно верно благодарю вас андрей евгеньевич мы прощаемся с нашими зрителями увидимся ровно через неделю до свидания а а